В истории России было два эпизода, когда заканчивалась земная жизнь тирана, и вот в связи с этим вот эпизодом в истории осталась какая-то такая фраза, к делу очень как бы не относящаяся. В год смерти своей Иван Васильевич Грозный получил предсказание от больших специалистов в области предсказаний, лапланских колдунов. Специально послали за Лапландию, за колдунами, чтобы они смогли гадать ему и предсказать, когда он умрёт. И они вызывали ему дату смерти. И вот наступает дата смерти. Иван Васильевич сходил в баню, чувствовал себя прекрасно, сел играть в шахматы. А своего любимца Бориса Фёдоровича Годунова послал к этим колдунам сказать им, что он жив-здоров, и завтра он их сожжёт живьём. Ну, возвратился Борис Фёдорович и спрашивает, «Васильевич, ну как? Какие у них были лица, когда ты им это сказал?» Да они, говорит, не испугались. Они сказали, наука наша точная, и день ещё не кончился. И тут Иван Васильевич сказал, плохо, и он умер. Вот так повествует нам официальная история. Об этом говорит свидетель при этом находившийся, так сказать, британский торговый представитель. Джон Гарсей, как-то так я произношу его имя и фамилию. Джон Гарсей. Вот такая вот. А вторая фраза была, это когда Лаврентий Павлович Берия вышел из комнаты умирающего Сталина и громко крикнул, «Хрусталёв! Машину!» Так вот мне сегодня, почему я об этом вспомнил? Мне сегодня пришло письмо от Хрусталёва. Ну, наверное, не от того, который подавал машину. Мало ли на свете Хрусталёвых. Но письмо очень интересное. Он спрашивает, задаёт такой вопрос. Вот, говорит, представьте себе стальную плиту в космическом пространстве. Видно, какую-то, так сказать, поделку готовит для космического пространства, такую глобальную. Диаметр этой плиты, ну, вернее, размеры 19 на 19 тысяч километров. А толщина 1000 километров. Ну, я, естественно, как себе представляю, такой блин такой, как у штанги, да? Ну, не прямоугольный, но как это же, в космос с квадратами полетим, да? Ага, нет, в космосе нормальная, блин такой, диаметром 19 тысяч километров и толщиной, соответственно. Тысяча километров, да. Миллион метров. А тут диаметра 19 миллионов метров. И он спрашивает, вот этот стальной блин, он так и останется блином в космосе? Или вот сила тяжести его сожмёт и превратит в шар, как и все прочие планеты? Вот такой вопрос, собственно говоря. Но я сейчас попытаюсь на него ответить. Это достаточно просто. Первым делом я должен вам сказать, что сталь – это очень известный, так сказать, объект, с которым мы давно имеем дело, со школы имеем дело. Плотность его 7,8. Это значит 7,8 грамма на кубический сантиметр, или 7,8 килограмма на литр, или 7,8 тонны на кубический метр. 7800 килограммов на метр кубический. Вот такова её плотность. Это первый момент. Второй момент – это вот какой. Значит, ну, можно посчитать размеры этого диска. Вот это запросто. Значит, диаметр 19 тысяч километров, толщина 1000 километров. Ну и, соответственно, посчитать объём не представляет никакой сложности. Объём получается πd квадрат на 4 делить и умножить на h, на толщину. Это получается примерно 2,8 на 10,20 степени кубических метров. Если на плотность стали умножить, это 7800 килограммов на кубический метр, это получится сумасшедшая, в общем-то, величина. Значит, 2,2 на 10,2 на 10,24 килограмма. Вот это вот масса вот этого вот астрономического объекта, который нужен моему зрителю хрусталёву для какой-то его отнюдь не хрустальной, а стальной поделки. И вот дальше встает вопрос, а что дальше делать? Да сейчас мы будем дальше делать. Объясню, в чём дело. Сейчас я постараюсь посчитать ускорение свободного падения на боковой поверхности вот этого вот блина, диска. Значит, вот здесь на боковой поверхности удачно расположиться, ну, вот так, в серединке высоты боковой поверхности, ну, как раз на нас будет оказывать действие гравитация, вот, исходящая от всего этого вот блина. То есть, как будто в центре блина находится материальная точка, вот с такой вот массой 2,2 на 10,24 килограмма, она гравитирует, и мы нас к ней притягиваем. Вот ускорение свободного падения посчитаем. Сейчас я объясню, для чего считать. Ну, это считать не так уж сложно, нужно взять гравитационную постоянную, 6,67 на 10 минус 11 степени она, неважно, в каких она единицах измеряется, для данного случая, умножить на массу, вот эту вот колоссальную 2,2 на 10,24, и разделить на квадрат радиуса диска, то есть, на половину диаметра. 8,9,5 на 10 в шестой степени метров, надо еще возвести в квадрат умудриться, да, и вот на них разделить. И получится ускорение свободного падения порядка 2 метров в секунду за секунду, то есть, в 5 раз меньше, чем на Земле. Теперь давайте вспоминаем, что у нас на Земле происходит. Если мы погружаемся в глубины океана, в воду, вода, ну, в общем, плотностью примерно единица, то есть, килограмм на литр, грамм на кубический сантиметр, или тонна на кубометр. Так вот, каждые 10 метров при нашем ускорении свободного падения, 10 метров в секунду за секунду, ну, 9,81, ну, чего уж, округлим 10, у нас будет увеличиваться давление на одну атмосферу, то есть, на 10 в пятой степени паскалей. Паскалей – это ньютон на квадратный метр, а это вот 10 в пятой степени паскалей. Вот, нормальное атмосферное давление. Это в воде, у ней плотность единица, а у стали плотность 7,8. Но это на Земле, где ускорение свободного падения 10, а тут 2 в 5 раз меньше. Ну, и вот получается, что в 7,8 раз больше плотность, зато ускорение свободного падения меньше. То есть, давление будет на каждые 10 метров возрастать примерно 1,56 атмосферы, 1,56 на 10,5 паскалей. И тут нам остаётся вспомнить, что прочность стали, так вот, ну, разные марки стали, не знаю, какую марку выберет мой зритель Хрусталёв для своей космической поделки, ну, самые такие, где-то 7 ГПА, так говорят. 7, нет, нет, 700 ГПА, 700 ГПА, да? Нет, не 700, 0,7 ГПА, вот как. 700 МПА, 700 МПА, 7 на 10 в восьмой степени паскалей. А это надо смотреть, на какой глубине. Это у нас вырастет вот до такой величины. То есть, каждый 10 метров растёт на 1,56 на 10 в пятый. 7 на 10 в восьмой степени, умноженной, делим на 1,56 на 10 в пятый. Умножаем на 10 метров, это же на 10 метров. И получается 45 тысяч метров. 45 километров. На 45 километрах сталь потеряет свою прочность. Она будет уже, так сказать, деформироваться под действием. Вот, например, на земле сталь теряет прочность на меньшей глубине, даже в каменистых породах. Значит, где-то на 12-13 километрах. Это предельная глубина, которую можно получить скважину. Да, помните, так сказать, кольскую сверхглубокую. Вот эти мои обусловлены. Ну, дальше не просверлишь просто. Дальше уже стальные все эти конструкции там не смогут работать. Теряют прочность свою. Вот, вот такая вот история. То есть, значит, теперь, внимание, ответ. Ответ Хрусталёву. Тут вот какая ситуация. Значит, у вас ведь, собственно говоря, 19 тысяч километров эта штуковина. А это на первых 45 километрах. Ну, в общем, ничтожные вещи. Уже металл потеряет свою прочность. И ясное дело, что ваш этот блин изготовить даже вам не удастся. Он, когда достигнет больших размеров, начнёт деформироваться, деформироваться и превращаться в шар. Так эти изготовители, любители суперпроектов его забросят. И останется он недоделанный шар. Такая вот чечевичка. Такая вот чечевица. Ну, чем-то будет похоже, я не знаю на что. На летающую тарелку. Теперь я понял. Летающие тарелки – это недоделанные какие-то вот такие вот. Не, ну, они слишком маленькие для того, чтобы быть такими недоделанными большими. Вот. Ну, вот я вам показал, как, знающий физику, легко ответить на любые вопросы. В том числе про то, что было когда-то, когда умирал тиран. Хрусталёв. Машину. А ведь чуть было Лаврентий Павлович Берия не стал в ту пору великим реформатором. Да, не получилось у него. Слишком умный был. Слишком интеллиентный. Они там все были, кровавые такие вот, кровью помазанные. Но он был ещё и умный, и хороший организатор. А все остальные. Но. Эх, что было бы, если было бы иначе. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поддержать меня материально. Это очень важно для меня, потому что я не на содержании у Лаврентия Павловича Берия. Он не скажет «Бояршинов! Формулу!» Не скажет, что это Лаврик. Это так. Поэтому внизу у меня реквизиты для того, чтобы вы могли прислать мне денег. И всякие прочие такие вот штуковины там. Да, в Donation Allers можете подписаться. Да, и ещё есть Boosty. Там есть лекции для тех, кто сдаёт ЕГЭ. По физике и по математике. Ну всё. Желаю удачи. Всех вам благ. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...